Я хочу поздравить всех болельщиков, всех, кто искренне переживает за команду с началом сезона, который мы начали дома на нашем стадионе. И в то же время я хочу поздравить игроков с победой, которую мы сегодня добились. Спасибо. Коллеги, вопросы? Здравствуйте. Во-вторых, вопрос. Вячеслав под Березгом и Магомед Мусалов сегодня не были заявлены на игру. По какой причине у них какие-то повреждения? Просто они готовы, еще что-то? Ну и второй вопрос, догонку. В целом, как оценить игру на фоне, понятно, может быть не самого топового соперника, но тем не менее, насколько, учитывая большие изменения в команде, насколько на данный момент команда показала то, что вы хотите видеть? Ну, у игроков, которых вы назвали, есть небольшие проблемы. А что касается... Проблемы со здоровьем? А то, что касается Шинника, то с приходом Хамухи по соотношению с последней игре стиль игры изменился. То есть, если так можно сказать, команда больше играла в осмысленный футбол. Что касается новичков, которых, естественно, их много, но... Да, у нас не так времени много было, чтобы их строить, но мы занимаемся это каждый день, каждую игру, каждую тренировку. И я вижу определенный прогресс, надеюсь, он и будет дальнейшим. То есть, мы говорим про всех игроков в целом, а не только новичков, про всех игроков в целом. Спасибо. Ещё вопросы? Александр Иванов, скажите, пожалуйста, насколько вы довольны в этой трансферной компании? И есть ли у вас ещё какие-то хотелки? Я уже в интервью сказал насчёт трансферной компании, Алексей Панфилов сделал... Ну, мы вместе, да, то есть, он спортивный директор, это его... Естественно, его работа, но мы работаем все в команде. Я считаю, что мы достаточно хорошую работу сделали, но что касается... А, вообще, в целом трансферной процесс не остановить. Всё зависит от тех целей, которые мы ставим, и наполнения команды. То есть, мы... Чем выше мы будем играть, тем, естественно, наполнение игроками должно быть лучше. Поэтому, на данный момент, мы провели эту политику, в которой мы довольны. Но есть ещё позиции, которые нам надо усилить. А цели, какие вы там дадут, можно подключить? Цели? Да. Вот, мы сегодня первый шаг сделали, это и есть цель. Согласен. Романтики, что мы сейчас видели, в команде появился ещё один тенокожий игрок. Он на просмотре у нас? Да. Каковы его перспективы? Да. Каковы его перспективы? Ну, вы знаете, по мере необходимости, если он просмотрится. Он у нас... Начинал с нами концовку сборов, которые были перед началом. Вот, сейчас мы продолжаем его просматривать. То есть, у нас не так много было времени для тренировок. То есть, уже концовка была, там были игры. И мы не можем сейчас его прямо сто процентов оценить. Да, потому что тренировок не хватило. Поэтому мы это продолжаем делать. Скажите, пожалуйста, в районе шестидесятой минуты, после второго взаимного мяча, показалось, что команда стала совершенно сознательно подсушивать игроку. Была ли такая практическая схема? Мы никогда сознательно не подсушиваем. Мы, может быть, больше играли в позиционной обороне. Да, но, опять же, есть противник, есть и условия, есть счёт. Но это не значит, что мы просто садимся и отбиваемся. Сами прекрасно видели. И последняя игра с Локомотивом как раз дала нам хорошую прокачку. То есть, мы с Локомотивом очень много были в позиционке. И сегодня мы уже это реализовали в официальной игре. Поэтому я всегда говорю, что контрольные матчи, они так же, как тренировка. Ну, в плане того, что мы прокачиваем все фазы игры. И вот сегодня как раз нам это и пригодилось в те моменты, когда это было необходимо. Ещё один момент. Мне показалось, что и на предсезонке, и сегодня у команды изменилось настроение в лучшую сторону. Прямо это чувствовалось, было очень заметно. Это от того, что наконец-то команда почувствовала себя командой? Либо они действительно разозлились на себя после прошлого не совсем удачно? Я не до конца понял вопрос. С предсезонкой настроение поменялось? Настроение появилось хорошее сейчас в игре у команды? Между чем? Вообще хорошее настроение? Нет, вы сказали... Я просто не до конца понял вопрос. Вы сказали на межсезонье и сейчас. Межсезонье это сборы или что я просто... Ну, в пенсионных играх настроение тоже командное появилось, хорошее очень. Настроение у них такое большое желание... А, вы имеете в плане, что вы увидели более эмоциональное... Да, да. Наверное, на данный момент наше эмоциональное состояние лучше, чем условно было в концовке весны. Но это ни о чем не говорит. У нас было и хорошее эмоциональное состояние осенью. Поэтому мы работаем над ментальностью в целом. Если вам так показалось, нам надо это сохранить, это отлично. Спасибо за это. Спасибо вам. Интересно, у нас отличный сбор. У нас были команды либо второй лиги, либо гранд-премьер лиги. Но не было ни одного матча с командой между Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью. То есть, мы с нашим уровнем. Почему так? Не было доступных спарринг-профоров или это специальное отношение? Ну, я думаю, что и «Локомотив», и «Динамо» в том отрезке сборов – это отличные спарринги. А в начале – это те спарринги, которые подходили под начал сборов. Поэтому, в целом, я спаррингом доволен. В целом, может быть, чуть. В начале – нет, в целом, как недоволен. Это как тренировки опять. Мы рассматриваем как тренировки, как подготовку, а не как игра на результат. Поэтому мы определенные цели преследуем. Я сейчас это говорю поэтому. Еще вопросы, коллеги? Тогда один вопрос от себя. Вы говорили, что команде в прошлом сезоне не хватало болельщиков. На сегодняшнем матче команда получила необходимый заряд от них? Ну, конечно, я с чего начал пресс-конференцию для игроков. Это очень важно играть в атмосфере домашней и чувствовать энергию болельщиков. Я надеюсь, что они придут в следующей игре еще больше. И каждая группа будет заполнять стадион все больше и больше. Но плюс, конечно, от них нужна поддержка в целом, когда мы не играем дома. До этого есть сет-сети, которые игроки читают. Поэтому постарайтесь им более конкретную информацию давать, а не условно плохо и хорошо. Для них это важно. Они вас читают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!